Вот, но сегодня мы выслушаем доклад о вкладе Валентина Александровна Насонова в учение о системной красной волчанке. Это, наверное, самая большая часть ее жизни, начиная с первых ее научных работ, да? Вот, будет рассказывать профессор Соловьев, ведущий научный сотрудник вашего института. Пожалуйста, я вас приглашаю. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, товарищ генерал, уважаемые дорогие коллеги. Товарищ полковник еще есть. Товарищ полковник. Он генерал-полковник, но он скрывает. Спасибо, спасибо. Дорогие коллеги, крайне приятно, крайне, наверное, знаменательно, что это общество терапевтов московских проходит в стенах института ревматологии. Потому что, несмотря на то, что мы всегда знаем, помним, да что об этом говорит, Валентин Санн – это ревматолог, но, видимо, и потому системная красная волчанка получила такое большое развитие, взлет, расцвет в ее руках, потому что она была и замечательным терапевтом. И все те, кто работал с ней в те годы, в 70-е, я вот в 75-е годы стал под ее руководством работать и до фактически конца 90-х, мы прекрасно понимали, что она терапевт, потому что системная красная волчанка – это все, это столько различных симптомов, синдромов, проблем, которые без знания, хорошего знания терапии, конечно, вряд ли бы удалось все это собрать воедино, и вот это целое учение о системной красной волчанке, отечественное учение выстроить. Поэтому Валентин Санн – это терапевт. Я очень вам благодарен за то, что это общество проходит здесь. Я понимаю, что были какие-то определенные технические моменты, но тем не менее, что Бог не делает, как говорят, все к лучшему, и Господь и правил, что вы здесь, в Институте ревматологии. Спасибо вам еще раз огромное. Что касается самой системной красной волчанки, конечно, это заболевание появилось не вчера, и не в этом веке, и не в прошлом. Первые литературные свидетельства о заболевании, которое похоже на системную красную волчанку в нынешнем нашем понимании, это вот 700 лет, 1300 какой-то год. И, конечно, само название этого заболевания, я с этим сталкиваюсь и всю жизнь, когда приходят пациенты, которым такой диагноз поставили, и они плачут, особенно молодые девушки, вот волчанка, волчанка, смерть, волк, конечно, это название их пугает. И, может быть, это название не самое удачное для этого заболевания. Но уж так повелось исторически. Что делать? Теперь мы по всем мире используем этот термин. И вот 1305 год, это в некоторых работах итальянцев, впоследствии англичан, появляется упоминание о волчьей болезни, как злокачественное заболевание, с язвами, быстро сдуядающими тело, как голодный волк. Вообще, почему это вдруг так? Я вот когда готовился, и даже мы статью с Евгением Львовичем написали «История волчанки». Почему так получилось? Ну, такая существует, может быть, легенда, или миф, или вообще, что ли на самом деле так было? Ведь территория Европы, и южной, и восточной, и западной, была покрыта в то время, в средние века, очень густыми лесами. Почему вот эта сказка о красной шапочке, волк, там вроде, что там сходить к бабушке, пройти там 100 метров, и вот тебе, пожалуйста, волк. Волки были в большом количестве в этих дремучих лесах в Европе. Чего мы с вами, конечно, сейчас, наверное, никто об этом даже представить не мог. Как-то могло быть, в какой-нибудь Голландии, где все чисто. Вот, но тем не менее, и действительно волки нападали на путников, на караваны, есть такие даже достоверные источники, кусали людей, убивали людей, и вот после укусов волка, действительно, образовывались такие достаточно долго не заживающие язвы, которые потом превращались в лукцы. И вот, наверное, вот эта ассоциация, волк укусил, язва, вот, наверное, так. Вот, но еще вот интересное, конечно, литературное даже вот издание, вы видите, язвенный волк и свиная корень. Вот только два заболевания, которые имеют название от животных. И долгое время действительно была только кожная болезнь, болезнь кожи, не дифференцированная, но кожи никакой системности не говорили, и очень часто это заболевание, этих пациентов, вернее, считали неприкасаемыми, как проказа, как туберкулез, вот это ноли ми тангера, по-гречески, не прикасайся ко мне, когда Христос сказал Марии Богдалине, не прикасайся, я еще не взошел к отцу своему. Вот оттуда это все и повелось. И вот конец 19-го, начало 20-го века. Ну, первые, наверное, Капоши, все мы это очень помним, чтим, это был австрийский дерматолог Капоши, с уклоном тоже в терапию, который все это прекрасно тоже понимал, он публикует первую статью, в которой описывает сочетание кожных проявлений с поражением других органов, с летальным исходом, что, конечно, при кожной какой-то болезни себе представить было сложно, если это, например, не сифилис или что-то, эти проказы. И потом Ослер, Либман, Сакс, Байер, Клемперер, последовательно, в течение нескольких десятков лет, своими исследованиями приходят к выводу, ну, это уже вот Клемперер оформил все это дело, что системная красная волчанка входит официально в группу коллагеновых болезней. Так, так, по крайней мере, это называлось, и мы вполне можем использовать этот термин и сейчас. И вот уже конкретно о нашей теме, о дорогой нашей Валентине Александровне Насоновой. Я пришел в 1975 году в ординатуру в Институт ревматизма, который располагался тогда на Петровке, дом 25, было прекрасное время, прекрасное место, большой, вернее, небольшой, но очень дружный коллектив под руководством Валентины Александровны. И она сразу вот сказала, буквально через несколько месяцев, как я пришел в ординатуру, будешь заниматься волчанкой, и вот иди к Маргарите Михайловне Ивановой, который стал моим потом бессменным учителем на многие-многие годы, за что я крайне благодарен. И вот с тех пор это пошло. И вот тогда мы услышали, Путин Кинсан, и сейчас мы это любим цитировать, что из 19 больных с волчанкой, которые поступили в 1958 году в отделение пограничных форм институт ревматизма, осталась через год живых одна. Мы это часто повторяли. Но это действительно страшно. Я это не застал. Я позже пришел, поэтому и говорил. Вот. Но еще, вернее, еще тогда, еще тогда ситуация с системной красной волчанкой была крайне сложная. В институт ревматизма, ну, как, наверное, в Тореевскую клинику в то время, стояли огромные очереди из крайне тяжелых больных. Когда мы сидели постоянно, были на приеме в нашей поликлинике институт ревматизма, и вот приходили это несчастные пациенты, приезжающие из разных концов Советского Союза, где им помощь не могли оказать, не знали этого заболевания, ни вина врачей, просто, ну, вот, не было информации. Вот. И с бочной недостаточностью, с тяжелой гематологией, и с тяжелыми, другими органами повреждениями, ну, что говорят сейчас, извините за сленг, пять минут до смерти. Вот они стояли в очереди несколько, иногда, месяцев. Мест не было. Маленький был институт, маленькое клиническое отделение. Вот Лидия Петровна здесь присутствующая, она прекрасно это помнит. Наши маленькие палаты, в которые просто набивались пациенты, там, и дышать-то было, наверное, не особенно хорошо. Ну, куда деться. Ну, значит, надо было работать, надо было помогать. Вот с этого как бы Валентин Сана стартовала. Она набирала материал. Мы это тоже вот видели. Мы видели уже последствия этого, когда она в 1972 году уже подготовила и выпустила книгу «Системная красная волчанка». Тремя годами раньше она защитила докторскую диссертацию по этой теме. Ну, вы видели, как она самоотвержена, как целеустремленно она работает с этой темой. Она не говорила, я не знаю по поводу какого-то пациента. Она говорила, давайте подумаем, давайте почитаем, давайте спросим кого-то, вот кто, может быть, по этой конкретной проблеме знал больше. И все это суммировалось, все это откладывалось и создавалась школа. Она очень любила каждую неделю приходить в нашу огромную ординаторскую. Вот единственное большое помещение, кроме конференц-зала и зала международного, у нас была ординаторская, где у нас находилось одновременно более 40 человек. Да, липитово? Вот так. Если не 50. Вот. Стоял огромный стол в середине, где стояли пишущие машинки, которые постоянно работали, стучали, а все остальное были столы, за которыми сидели по не одному, иногда и по два человека. И вот такая была у нас ординаторская. Вот приходила Валентина Александровна, включали негатоскоп, потому что обязательно смотрели снимки, и мы разбирали пациента. Очень часто это были пациенты с системной красной волчанкой. И вот как Валентина Александровна, она же гениальная женщина, как она нас учила. Она не просто нам рассказывала, рассказывала. Нет, она рассказывала, да. А потом она вдруг могла вот ординатору Соловьеву, мне, например, да, там, второго года, Пальценко, Сережа, что ты думаешь? Что я мог тогда думать? Мы, мы. Но, тем не менее, она заставляла нас думать, заставляла нас читать. Как это вы не читаете? У нас же библиотека. И мы потом бежали, все наши ординаторы, аспиранты, у нас такая лестница была почти винтовая, на последний этаж, где была крошечная библиотечка, бежали, стучали каблуками, это незабываемая память. Кто первый прибежит и возьмет журнал Current Contents, или Индекс Медикус, где можно было выписать себе по открыточке статью из зарубежного журнала. Ограниченное количество было этих карточек. Вот так она нас муштровала. И это незабываемо. Она очень трепетно относилась к каждому из нас. Она их, нас выбирала очень тоже тщательно. Буквально ручной отбор каждого ординатора, уж не говоря об аспирантах. Все мы проходили через ее руки, и она очень тщательно смотрела. Она никогда не ругала, она никогда не бронила, не унижала, сроду такого не помню. Но она так задавала вопросы, что она после ответа нашего, она понимала, стоящий человек или нет. Вот это замечательное, выдающееся качество Валентина Саны, как педагога и основателя школы. Для того, чтобы как-то работать с этими пациентами, надо поставить диагноз. Лечение это второй этап, но вот диагноз. И вот посмотрите, вот те, кто знаком с современными критериями диагностики, наверное, и не знают этих, ну не все мы должны это знать, тем более терапевты, у них огромное количество информации другого рода. Валентин Саны вот в 72-й год, ужасно давно. Главные критерии, большие диагностики, бабочка, волчаночный артрит, волчаночный нефрит, антинуклеарные факторы, это же иммунология. И морфологическая картина поражения почек, характерные, с проволочными петлями и так далее. Если возьмем малые диагностические критерии, тут много чего того, что позволяет, если их совместить с большими, это уже будут современные критерии, только они будут не диагностические, а классификационные. Вот никто еще не предложил после Валентин Саны диагностические критерии, она взяла вся смысл и предложила. И достоверная волчанка это три больших критерия и обязательно антинуклеарные факторы. Ну вот они 19-го года обязательно антинуклеарный фактор вспомнили Валентин Саны в 1972-м году в 2019-м году. Ну и все остальное, что практически полностью соответствует с некоторыми нюансами, особенно иммунологии. Конечно, тогда иммунология была другая, о чем говорить, развивается все. Но в целом это в принципе те же самые критерии, только не диагностические, а это ошибка, а не классификационные, это я ошибся. Классификационные, прошу прощения. Дальше Валентин Сан, да, вот она разработала критерии диагноза, можно работать, замечательно, а потом надо разрабатывать, она разрабатывала систему активности, метод активности. Активная болезнь, активная, активная, неактивная. Вот если сравнить то, что она предложила опять же в 72-м году и была опубликована с критериями Гладман, это канадский рематолог, женщина, которая очень много работает с системной красной волчанкой, мы часто читаем ее замечательные статьи, которые она публикует вместе с Мироей Муровицем. Вот, и посмотрите, вот система активности Следаи, которая вот предлагалась Гладман, мы работаем сейчас по этим, собственно говоря, Следаи 2, АК и так далее. Они тоже почти полностью соответствуют тем критериям, которые разработал Ванкин Санна. Вот и логические критерии. У Ванкин Санна антинуклеарные антитела и комплимент. У Гладман низкий комплимент повышения уровня антител в ДНК. Ну, добавляется еще тромбоцитопении, лейкопении и так далее. И то же самое, если Ванкин Санна была это хроническая, подострая, и острая волчанка. Низкая активность, средняя степень активности, высокая. И длительная ремиссия, тоже Петри, ремитирующие течение, болезни, это же течение, и хронически активное течение. Ванкин Санны, вот я говорю, острое, подострое, рецидирующее и так далее. Очень все похоже. Только она сделала это намного-много лет раньше. Так, это я уже показывал. Дальше, для того, чтобы более твердо и четко понимать характер заболевания, конечно, необходимо было развивать иммунологию, иммунологическую основу системной красной волчанки. И вот верные помощники, соратники Валентин Санна на то время, подвижники, это, конечно, Анатолий Иларионович Спиранский, удивительный человек, удивительный специалист, который тогда крохотной лабораторией иммунологии, которая находилась тоже на Петровке 25, но в отдельном здании, где много чего еще было, кроме этой лаборатории, ну буквально на коленке собственной разработки, собственная аппаратура, которую он конструировал при помощи каких-то, значит, знакомых вот он внес антитилак ДНК, ремотоидный фактор, он, конечно, к волчанке отношения мало имеет, но тем не менее, и вальроз, и латекс, тест, все это спиранский делал, и иммунные комплексы, и комплименты H50, все он наладил, и более того, он распространял это на весь Советский Союз, но мы были носителями вот этого великолепного знания, тайного, когда мы могли поставить диагноз волчанки, используя методы иммунологии, вот, и, конечно, это Александр Михайлович поверенный, он долгое время, всю жизнь практически, он работал в Обнинске, в институте медрадиологии, но очень дружил с вами, Динсан, и она притягивала к себе замечательных людей, и вот поверенного тоже, как он входил в ее ближний круг, и он очень много тоже работал и занимался антителами их ДНК, он приходил и буквально забирал у нас всю плазму, Павел Андреевич, которую мы получали с помощью плазмофереза, он просто у нас руками ее отрывал и выделял все лак ДНК, и дальше с ними работал, очень интересно, публиковался вот за рубежом, потрясающий был человек, неуемный эмоции, фонтан, когда он приходил, все горлело, если с ним не сыграть шахматы, ты враг, а если, не дай Бог, выигрешь, были такие случаи, были, такой Агабабов у нас был, царство Единственное, Сережа, который у него случайно выиграл, все, поверенный, враг, а? Теперь его нет. Но он умер, к сожалению, от аневриз, но их обоих нет, они обоих, только в разный год. Ну и дальше хотелось бы рассказывать уже об учениках Валентина Александровна, все мы ученики, все абсолютно, кто и занимался волчанкой, кто переключился потом с волчанки на что-то другое, но болеет этой болезни до сих пор, невозможно, занимаясь волчанкой хотя бы какое-то время, забыть это, это невозможно. Опять, что-то, да, где-то я трону его руками. Но, надо сказать, Валентина Александровна пользовалась колоссальной популярностью, колоссальным уважением не только в Советском Союзе, я говорю, что про те советские времена, конечно, золотые, в ее личных друзьях, просто друзьях, были ведущие гуру ревматологии системной красной волчанки, такие как Джон Деккер, Стейнберг, Наоми Ротфилд, Дэвид Кэплан, Амор из Франции, вот они приезжали к нам из тот ревматизма, маленький такой, вот, смотрели на нашу ординаторскую, как за факт, хоть было столько народов, и Валентин Сандер делал с ними обход, в эти маленькие наши палаты заходил, я помню, как она так припустила Джона Деккера, когда Джон Деккер стал смотреть одну нашу пациентку, у которой были боли в животе, непонятная у них была волчанка, Джон сел, здоровый такой был, дядька, ручища большая, рукой там у нее в животе, аппендицит, Валентин Сандер говорит, трусики, тут рубец у нее, уже удалили, говорит Джон, удалили, давно, но тем не менее, ее страшно уважали, куда бы мы ни приезжали, это мы тогда часто ездили, она, кстати говоря, брала нас, молодых, сейчас трудно это представить, особенно в последние годы, она нас, молодых, брала на конгрессы европейские, для того, чтобы мы могли там посидеть, послушать, посмотреть, но она не давала нам возможность ходить по магазинам или там где-то еще, она утром собирала нас в номере в отеле в своем и программу, и она говорила, так, так, значит, вот склеродермини, ты пойдешь туда, волчанка вот то-то, ты пойдешь туда, этот туда, этот туда, а вечером мы у него собирались в номере и давали отчет, вот так было, по магазинам ходили, но времени на это было крайне мало, вот, я не говорю о том, что Валентина Сана пользовалась заслуженно, абсолютно, колоссальным авторитетом в наших регионах, в республиках Советского Союза, а почему? Потому что она ездила в эти регионы, в эти республики, и она находила там энтузиастов, которые становились потом ведущими ревматологами, она их поддерживала, она помогала им защищать кандидатские, докторские, и так далее, и так далее, вот, и они ее страшно уважали, и она их постоянно опекала, вот это был, конечно, ну, совсем другой вариант отношений в нашей среде, ну, из учеников ближайших, это вот три замечательных женщины, это Земфира Судулаевна Олегберова, это Ольга Михайловна Фоломеева, и моя учитель, это профессор Иванова Маргарита Михайловна. Земфира Судулаевна славна тем, не только тем, что она занималась вирусной идеологией системной красной волчанки, вот, вы знаете, что были времена, когда все, 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 вообще все в мире, все болезни, они все от вируса, в том числе и волчанка, ну, искали подтверждение этой теории, но не нашли ни у нас, ни за рубежом, но работы такие основательные, капитальные проводились, в том числе под руководством Земфира Судулаевна, но в то же время она очень много как бы направлений инициировала в ремотологии, Валентина Александровна ее любила, опекала и всячески помогала именно вот в разведении этих направлений, это и эндокринологические нарушения, это и антифосфолипидный синдром, это и половой деморфизм, это беременность, это кардиоваскулярные проблемы при системной красной, все это вот пышным цветом расцветало в те годы и Земфира Судулаевна была координатором и направителем, направляющим всех вот этих исследований. Ольга Михайловна Фоломеева, это был удивительный человек, потрясающий клиницист, врач, очень, очень широкой, доброй души человек, которая очень много сделала для молодых ординаторов и аспирантов в институте ревматизма. Она прицельно занималась и защитила кандидатскую диссертацию по подростковой системной красной волчанке и вот до сих пор то, что тогда Ольга Михайловна какие выводы сделала, действительно так и сейчас, без вариантов. Наиболее тяжелая волчанка, прогностически, это у подростков, даже не у детей и не у взрослых и так далее. Именно подростки болеют наиболее прогностически, неблагоприятно. Мой учитель Иванова Маргарита Михайловна это настоящий подвижник системной красной волчанки. Вот она, мне кажется, она вставала утром и засыпала с мыслью о том, как помочь какому-то пациенту, как правильно поставить диагноз, как правильно полечить. Вот она этим жила. Мы сколько раз с ней были на достаточно таких мероприятиях, где можно было отдохнуть, сходить в какие-то музеи, на природу. Но это были постоянно разговоры. А вот помнишь вот это, а вот это, а вот это, а вот она мне звонила, она мне написала. Это было... Все время она жила в этом. И она сделала колоссальную, конечно, работу по терапии системной красной волчанки, по особенно волчаночному нефриту. Я знаю, что ты прекрасно понимаешь, что Ирина Евгеньевна Тареева, она написала иммунографию по этому поводу. И тут нет разговоров, даже. Но Маргарита Михайловна, не повторяя, Ирина Евгеньевна, набирала свой материал и делала соответствующие выводы и вносила новые абсолютно методы терапии. В частности, мы с ней тогда разработали под руководством, опять же, Валентина Сана, как это было, пульс терапии, да, пульс терапии. Валентина Сана приехала с очередного конгресса ICR, это было где-то вот в начале, наверное, 70-х годов, в конце 70-х годов и сказал, вот там доложили, вот Каткарт доложил, что вот есть такой метод, сверхвысокие дозы гормонов внутри вены, и вот такой шикарный эффект у больных с волчанкой. Давайте попробуем. Вот. И говорит, вот ты, Маргарита Михайловна, и ты Соловьев, давайте, думайте, думайте, где препарат достать, где пациенты подобрать. Препарат мы достали, пациенты подобрали, пульс терапию провели, и вот с тех пор пульс терапия пошла в жизнь не только при волчанке, но и при многих других заболеваниях, при системных воскулитах, при некоторых воспалительных заболеваниях суставов, ну, при многом чего. Потом Маргарита Михайловна немножко отошла от системной красной волчанки, стала заниматься ранним ревматоидным артритом, ну, очень достойно. Ну, и вот эра героической медицины, это так назвал Евгений Львович Насун, это не моя запугая, абсолютно. Ну, вот я его как бы цитирую. Что же это такое? Ну, во-первых, конечно, это то, о чем я говорил в самом начале, когда была колоссальная смертность при системной красной волчанке. И врачи, которые тогда работали, конечно, это были герои, просто герои. Я не знаю, как бы сейчас кто из нас выдержал такой ритм и такие ужасные эмоции, когда у тебя столько смертей. Вот, и опять же, это были вот эти три женщины. Но тогда уже благодаря усилиям Валентины Александровны, Маргарита Михайловна, Ольги Михайловны, не сговорывают еще, я забыл, они провели очень, очень замечательное исследование, которое доказало необходимость применения, длительного применения подавляющих доз глюкокортикоидов с постепенным переходом на поддерживающие дозы. И сразу колоссальная разница по выживаемости. Колоссальная революция. Потом, опять же, под руководством Эльгины Александровны Насуновой появляются иммунодепрессанты, цитостатики. Это проводится первое в Советском Союзе двойное слепое контролируемое международное исследование трех цитостатиков по сравнению с плацебо при волчаночном нефрите. Вот с тем же Джоном Деккером, Стейнбергом и их командой. И после этого цитостатики стали применяться широко достаточно в лечении различных форм и проявлений волчанки в первую очередь при нефрите. Валентин Александр разрешала все. Если она слышала где-то про вот услышала тогда про экстракорпоральные методы, про гемосорпцию Павел Андреевич тогда плазмоферез чуть попозже появился или он появился раньше, конечно, раньше, но в нашей практике он появился несколько позже. А вот гемосорпция, слушайте, тут там Дмитрий такой, Андрей Алексеевич, у Шумакова в институте трансплантации и съездил к нему. Я поехал, мы подружились и пошла у нас вот эта гемосорпция. Потом пошел уже плазмоферез, потом пошла каскадная плазмофильтрация, потом пошла криосорпция, она все разрешала. Тогда не было этического комитета, не было таких жестких правил. Вот она разрешает, я говорю, тебя прикрою, ты давай. Более того, мы тогда тоже на уровне хулиганства мы делали спленосорпцию, перфузию в крови пациента с системной красной волчанкой и сепсисом, это абсолютно летальность, через сельзенку свиньи. делали. Когда я об этом в Америке рассказал, они вытращили глаза, я рассказывал не только про это, а вообще про статриоматологию, вытращивали эти глаза и сказали, кто разрешил? Я говорю, академик на сону, они встали. Ну вот, у нас так. Вот, это действительно тоже была героическая медицина, еще почему? Конечно, она не сравнена с теми годами, когда Балитин Санна начинала, но она была героической, потому что не было генной инженерной препараты. Тогда надо было вот что-то, что под рукой, что кто-то что-то придумал, использовать там вытяжку эстимуса, селезенку свиньи, различные виды аферезов, комбинация этих методов. Особенно хорошо удалась, конечно, комбинация экстракорпоральных методов, в том числе каскадной фильтрации, плазмы ферезы, гемосорбции с ударными дозами глюкокортикоидов и цифостатик. Вот тут пациенты стали выживать. самые тяжелые. Конкретно проводишь серию ферезов, потом проводишь пульс-терапию, вводишь большие дозы циклопосфаны, пациенты потихоньку, потихоньку, потихоньку выкарабкиваются. Вот Валентина Александровна все это крайне активно поддерживала, помогала, говорила, не бойтесь, все, все, делайте. Получится, хорошо, не получится, я прикрою. Ну и вот уже последние десятилетия, это применение генно-инженерных биологических препаратов. И знаете, опять же скажу по памяти, когда тоже мы сидели на таких посиделках, с Валентин Саной разбирали больных, институте ревматизма, еще, но уже перед переездом на Каширку, уже другие были времена, нам вот тоже приехала с какого-то конгресса международного, где, значит, были большие доклады по циклофосфамиду, циклофосфану, препарат, который в нашей практике до сих пор замечательный, все, но с осторожностью. И, конечно, было очень много побочных эффектов. Это были различные цитопении, сепсисы, агронолуцитозы, ну, вообще, чего там только не было, геморрогические циститы. Вот она нам все это рассказывала. Вот был бы препарат, который не все бы клетки подавлял, а только лимфоциты, которые вот ответственны за это заболевание. Вот гений. Ну, ретуксима. Ну, и вот, благодаря благословению Валентины Александровны, был выполнен целый ряд работ, по применению антибоклеточной терапии, ретуксимаба, в частности, при системной красной волчатке. С хорошей доказательной базой. В частности, при поражении почек мы делали биопсию до того, как мы начинали терапию ретуксимабом, и через год. И оказалось, что четвертый класс, самый активный и злой волчаночного нефрита, может под влиянием терапии трансформироваться внутри во второй. И таких случаев у нас было, это не было большой статистики, это невозможно, это была выборка. Но такие случаи были достаточно часты. Поэтому, хотя в рекомендациях LDA ретуксимаб не оформлен как показания для системной красной волчатки, но это дело компании, это их дело. А в рекомендациях Ассоциаций рематологов России, Ассоциаций нефрологов и так далее, и так далее, во всем мире в рекомендациях национальных Ассоциаций рематологов он есть. Поэтому мы в этом плане юридически считайте прикрыты. Эффективность высокая, и мы его применяем. Говоря о системной красной волчанке, трудно не сказать несколько слов об антифосфолипидном синдроме. Да, он существует самостоятельно, это самостоятельно зоологическая единица, первичный антифосфолипидный синдром, но сочетание этого синдрома с системной красной волчанкой имеет массу трудностей как диагностики, так и терапии. И вот разработку этого очень интересного и нужного направления опять же с благословения и при непосредственном участии Валентины Александровны осуществили Евгений Львович Насонов как клинический иммунолог и опять же вот Зефира Судулайвна Олегберова. Позже знамя подхватила профессор Решетняк Татьяна Мукомедалиевна и до сих пор она является признанным экспертом, национальным экспертом, но, наверное, не только по проблемам антифосфолипидного синдрома. Конечно, системная красная волчанка это и органные поражения, это различные сочетания волчанки с чем-то, с какой-то коморбидностью. Ну, например, вот доктор медицинских наук Ресицына Татьяна Андреевна она разработала очень интересную систему диагностики, терапии, мониторинга пациентов с поражением центральной нервной системы. Особенно с наличием каких-либо отнаменей психических, депрессивных, тревожных, расстройств. Вот это она этим занимается и очень много дает нам для того, чтобы мы могли эти знания применять уже на практике. Надежда Михайловна Кошелева ну, это человек действительно это ученик Насоновый. Хотя, может быть, не так много она с ней работала непосредственно, но это настоящий Насоновец. Она увлечена этим делом системной красной волчанкой и беременностью. Это же труднейшее психологическое, дентологическое, медицинское, какая угодно проблема. И вот она на себе это тянет. Одна из единственных, пожалуй, одна из немногих в Российской Федерации какую-то проблему знает. Вот если не дай бог, то, значит, к ней. Тогда все будет хорошо. Ребенка родит пациента и мама не пострадает. Конечно, системная красная волчанка это болезнь женщин молодых. Это бесспорно. Десять молодых женщин на одного не очень молодого мужчину. Вот такая пропорция интересная получается. Но, тем не менее, течение системной красной волчанки у мужчин представляет определенную проблему. Они больше умирают. Чаще у них хуже прогноз. И вот эту проблему полового деморфизма и особенностей течения системной красной волчанки у мужчин тоже благословила Валентина Александровна. Первый был это Фоломеев Михаил Юрьевич. Выдающийся человек. Жалко, что он покинул наши стены, пошел уже своим путем. Но, если бы он остался, конечно, он бы достиг огромного успеха. Я не знаю, кем бы он стал, но точно стал бы нерядовым сотрудником. Во-первых, потому что Михаил Юрьевич собрал в то время единственную большую когорту в мире мужчин, страдающих системной красной волчанкой. Сколько у него было? 120 человек. На что ему с завистью всегда говорили наши зарубежные коллеги. И огромная монография, посвященная системной красной волчанке профессора Лохиты, она актуальна до сих пор, там есть глава, который написал Михаил Юрьевич по проблемам системной красной волчанки мужчин. Кто из нас может этим похвалиться? Я не могу, например, чтобы Лохита меня позвала и сказала, давай, напишите такой, молодец. А Михаил Юрьевич позвал. И Михаил Юрьевич публиковался не а в где-то, а в Люкусе, тоже со своими данными. Он контактировал со многими медицинскими центром, не только в России, но и за рубежом. Его везде знали, и во Франции, и в Финляндии, и во многих других странах. Ну, вот так сложилась судьба, 90-е годы лихие, и пришлось Михаил Юрьевичу поменять немножко вектор. А очень жалко. Дальше, конечно, это не только половой деморфиз, но это этническая гетерогенность. Волчанка протекает, я думаю, многие об этом слышали, знают, что наиболее тяжелая волчанка вообще у негров и у пуэрториканцев. Вот там она, а чаще всего она встречается у эскимосов и кто там живет в Канаде на севере, вот у этих племен. Чаще всего. А тяжелее у негров. Значит, есть какое-то различие по этносу, по этнической принадлежности. Конечно, это интересно, потому что страна у нас полиэтническая, всегда была, и есть, и будет, где не только живут славяне, а очень много других этносов живет. И вот наши ученые вместе с нашими коллегами из Казахстана и Киргизии решили провести такое большое когортное исследование, три когорты, российское, казахское и киргизское. По единому стандартному механизму сбора информации у каждого пациента. Не то, что мы там вот это можем, а это не можем, нет, вот что мы все вместе можем, каждый из нас может одинаково, и вот это мы вносим. И они сделали, объединили, вот Асеева защитила в этом поводу докторскую диссертацию, но это была очень интересная работа в целом, которая показала большую разницу по течению, исходам, там, качеству жизни и так далее, и так далее, по терапии у пациентов, азиатов и, соответственно, славян. И это пригодится в практике, это не просто так. Под руководством Валентины Александровны и Маргариты Михайловны Ивановой, конечно, проведена вот эта замечательная работа Лучихиной Елены Львовны по анализу исходов волчанки. Кстати говоря, больше таких работ не было. Вот она была сделана в 98-м году, сколько лет прошло, а надо бы. Ну вот как-то вот то руки не доходят, то мозгов не хватает, но, в общем, это надо обязательно сделать. Исходы – это ключ к пониманию того, как вообще лечить, как наблюдать. То же самое, продолжая вот эти все исследования, которые были инициированы тогда еще в антиинсанной, это, конечно, повреждение различных органов. Не только за счет течения активности и так далее, самой болезни, но и нашей терапии. Это крайне важно, особенно в наше время, когда препаратов очень много, полипрагмазии, чего только мы не делаем. Но вот эти повреждения органов тщательно изучаются нашими учеными и, конечно, это входит уже в рекомендации клинические ассоциации ревматологов России. Надо сказать, что коморбит при системной красной волчанке иногда бывает тяжелее, и сложнее, чем само заболевание. Валентина Александровна, я помню, когда мы ходили тогда еще на вскрытие, когда их было много, и надо было и врачу лечащим, естественно, и руководителю присутствовать, она всегда говорила, тогда еще не особенно задумывались, посмотрите, посмотрите, какая аорта, она вся в бляшках, а девочке там 21 губ, которая умерла от волчанки, от расклероза, такой ранний. И вот была создана специальная группа уже под руководством Евгения Львовича Насонова, Татьяны Валентиновны Попковой, для того, чтобы изучить эту проблему, почему, как, как проводить профилактику, как правильно лечить этих пациентов, не только какими-то там препаратами, которые блокируют холестерин, но и вообще, вот наша патогенетическая терапия, как она влияет на это, не повредит ли она, насколько надо все это дело делать аккуратно. Вот целая группа, это, значит, Татьяна Валентиновна, это доктор Панофидина, доктор Герасимов Елена Владимировна, они вот эту тему замечательную, продолжают и до сих пор и очень успешно. И, конечно, я говорил про регионы, какое огромное внимание уделяла Валентина Александровна на регионы. Вот я бы порекомендовал всем руководителям наших больших клинических институтов вот брать пример, потому что это наши братья, сестры, это вот наша опора, это наши региональные специалисты. Если вот так, да, мы тут, а вы там чего? Нет, Валентина Александровна не гнушалась поехать туда, поддержать, сходить, если надо, тогда, сейчас губернатор, а там, значит, в советское время был какой-нибудь председатель своего совета, и она все это разруливала и помогала, чтобы были койки, чтобы было хорошо с помещением, со снабжением и так далее. Вот чем она занималась. Поэтому честь ей и хвала. И вот результатом этого, конкретно по системной Валчанке, были две замечательных работы сделаны. В Хабаровском крае профессор Оттева Эльвира Николаевна, тогда она не была еще профессором, совсем была молоденькой, но очень активной, активным ревматологом, который очень хотел, она приезжала сюда, из Хабаровска, часовые пояса, тяжело, семья, дети, ну вот, и она здесь часто бывала на наших советах, у Валентины Александровны, она ее наставляла, она уезжала и вот сделала такое замечательное исследование, когортное. То же самое Татьяна Михайловна Черных, вот, это в Воронеже, очень большая когорта, она до сих пор ее ведет, в честь и хвала Татьяне Михайловне. Когорты вообще, это данные когортных исследований, они мне кажутся, да не только мне кажутся, они, результаты, они более весомы, чем клинические исследования, вот эти трайлы, потому что это реально клиническая практика, конкретно, а трайлы ведь можно подшвимовать как угодно, мы это сами хорошо знаем. Ревматологическая школа мощная, не только в Санкт-Петербурге, я бы мог много говорить про, например, Ярославль, мощнейшая ревматологическая школа, профессор Шилкин, профессор Дормидонтов, профессор Аршинов, ну и Санкт-Петербург, конечно, это профессор Мазуров, это Александр Михайлович Лила, наш директор нынешний, у него докторская по системной красной волчанке, вот так, кто не знает, и очень неплохая, и это молодые, вот, молодые сотрудники, Лейненман и Виктория Лила, кстати говоря, вот ее работу, я был оппонентом, она мне крайне понравилась, не потому что она дочка нашего директора, а просто потому что классная работа по неполной волчанке, вероятной волчанке, это большая проблема, она ее сделала ювелирно хорошо. Ну да, годы шли, что говорить, вот они шли, все течет в этой жизни, все меняется, и уже в нашем веке, конечно, изменились цели, вообще цели, вот работы с волчанкой, не только цели терапии, что мы должны добиться, какой цели работать с пациентом, в то время, еще когда я начинал ординатором, это выжить, пациент выжить, вот это цель, выжить, сколько он там проживет, неважно, пока он тут, пока мы можем его контролировать, вот что, выжить, не убить, а сейчас достижение ремиссии, минимальной активности, предотвращение обострений, предупреждение развития необратимых повреждений, качество жизни, какое качество жизни, сказали бы кто-то там, да, вот в середине 70-х, какое качество жизни, просто чтобы выжил человек, какое качество, я бы добавил сюда отмену глюкокротикоидных гормонов, тогда это под расстрел, если вдруг кто-то в голову придет, или сделает это, у больных с волчанкой, преступник, сейчас этот цель, вот, минимизировать дозу, а лучше отменить, если такие появляются возможности, по течению болезни, и, конечно, это персонифицированная терапия, это вообще мечта, наверное, любой специальности, любой терапевтической, специальности, хирургической специальности, и так далее, персонифицированной терапии, мы очень часто говорим, это слово красивое, и употребляем к месту и не месту, но на самом деле, вот при волчанке, существуют определенные, ну, давайте назовем их фенотипы, да, которые обусловлены определенными генетическими особенностями, вот тут куча этих страшных аббревиатур, генов, которые вряд ли кто из нас понимает, но, тем не менее, это так, вот эти вот наборы эти гена соответствуют вот фенотипу, и к чему, собственно говоря, это нужно, вроде бы, да, а к тому, что вот анализ, транскрипционный анализ вот этих ситуаций позволяет проводить таргетную терапию, если, например, активируются гены, которые, Городецкий очень смотрит на меня подозрительно, он больше меня знает, мне сейчас скажет, наверное, не то, я сказал, но это я прочитал, я прочитал, это в хорошем журнале, вот, если активируются гены, которые стимулируют больные пациенты, значит, надо применять редуксималию, правильно, правильно, если активируются гены, которые стимулируют синтез интерферона, значит, надо применять ингибитор интерферона, а такой препарат уже есть, а нефрогомакро, логично, логично, может быть, когда-то подойдем к такой уже, когда можно лечить фибролус, например, легочный, который при сквердермии уносит столько жизни наших пациентов, И так далее. Вот она современная ситуация в развитии учения, которое заложила Валентина Александровна. И вот крайне интересна эта клеточная технология, когда выделяют специальные лимфоциты, Т-лимфоциты, их обрабатывают так, что появляется на этих лимфоцитах химерный рецептор, который можно разный создавать против раковой клетки, определенной опухоли, типа опухоли. Против Б-лимфоцита я к своему колчанке. Да, это работает. И эти лимфоциты потом выращиваются, запускаются перфузии к пациенту, и наступает ремиссия. По крайней мере, то, что я прочитал из последних данных, ремиссия в течение года без медикамендозная. Ни гормонов, ни цитостатиков, ни генный инженерный препарат. Ремиссия. После одной инфузии вот этих вот лимфоцитов, специально обработанных. Кар-Т-клеточную терапию. Химерный антиген рецептор, если так с английского переводить. Ну и это не только мы помним Валентину Александровну. Не только помнят, наверное, многие в других странах и наших бывших республиках, а ныне самостоятельных государствах. Ну вот видите, в Туле улица, названная в честь Валентины Александровны. Звезда есть в созвездии Девы, которая носит вот это название и звезда ремотологии в честь Валентины Александровны. Ну а что касается нас, мы всегда будем помнить Валентинца. Те, кто с ней работал, кого она конкретно учила, пестовала. Это пока мы живы, пока мы дышим, мы рассказывать будем нашим молодым сотрудникам, нашим коллегам, будем делиться. Мы ее всегда вспоминаем. Где бы мы ни собирались, вот моего возраста, сотрудники, мы всегда ее вспоминаем. Ничего никогда дурного, даже в голову не приходило, что тут как-то ее деятельность оценили. Только колоссальный позитив и зависть к тому, что это было и ушло. Огромное ей спасибо. Спасибо вам, что выслушали. У нас положено задавать вопросы. Друзья, так как же лечить волчанку теперь? Ну, это в духе Павла Андреевича. С плазмоферезом тоже. Не спорю. Уже хорошо. Нет, ну это правда. У нас сейчас в институте ремонтологии, вот целая группа работает очень активно с двойной каскадной фильтрацией плазмы. Дополнительной фильтрации плазмоферезы. И очень успешно. Те пациенты, которые не отвечают на стандартную терапию, они же есть, как бы мы ни пытались, генный инженер, цитостатики, стероиды, не отвечают. Делают каскады плазмоферез, удаляют макромолекулы. Буквально это получается, там, ну, миллилитров 250-300 без потери белка общего. Очень важно при них идти, конечно. Вот. И развивается ответ, эффект на уже терапию. Вот. А, в принципе, как лечить, наверное, все вот именно за этой персонифицированной терапией. С использованием генно-инженерных биологических препаратов, которые сейчас у нас три. Ретоксимаб, галимумаб и анифролумаб. Это счастье. У нас никогда не было столько. Вот. Те, кто занимается ревматоидным артритом, у них же штук 20 генно-инженерных препаратов, не считая малых молекул. А у нас не было вообще. Ретоксимаб был под запретом. Нельзя. Он неодопленный в диет. Совершенно мой в диет. Вот. И в итоге, сейчас три. И мы комбинируем, лечим, применяем. И, конечно, это клеточные технологии. Мне очень нравится эта карпотерапия. Был бы помоложе в диетсе. Хорошо. Еще один вопрос. Мы обсуждали, пока сидели там в кабинете директора. Это вирусная связь с вирусной инфекцией. Все-таки, насколько это не получилось. Я просто хорошо помню, что Валентина Александровна как-то на обществе неоднократно, причем, говорил о том, что, по-видимому, волчанка – это результат кори. Я тогда немножко посмеивался, потому что кори болели все, и, соответственно, антитела кори у нас у всех есть. Вот. Несмотря на то, что, может быть, не очень выраженно болели. Все-таки, что с этим? Куда это все ушло? Не вернется ли обратно? Я думаю, Павел Андреевич, во многом, это мое личное мнение, оно абсолютно может быть неправильное, что здесь задействованы экономические механизмы. Когда мы изучаем вирусы, большая фарма здесь не работает. Ей неинтересно. Ей неинтересно. Я догадываюсь. Понимаете о чем? Ну, понятно, да. А когда различные препараты, то вот, ну, это миллиарды, десятки миллиардов долларов. Но ковид-то показал… Вот я как раз следующее. Ковид-то что показал? Ковид показал, во-первых, что постковидный синдром, так называемый, это очень близко, я не говорю, к волчанке. Но это к какому-то аутоиммунному заболеванию, напоминающему волчанку. Вот у меня сегодня, например, такой пациент был, у которого сразу после ковида, через месяц, развелось что-то похожее на волчанку, и склерберния, вот такое вот смешанное заболевание. Я хочу его показать, вот Лидия Петровна как раз, молодой парень из Самары, надо подумать, что у него, как это все дальше будет. Шан, да, 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 да. Сразу после ковида, я к чему это говорю? Сразу, просто. И уж сколько этих пациентов, это без счету. И не говоря уже о том, что бывает, что никаких клинических проявлений нет, а иммунология наша, и антинуклеарный фактор, и антителокосфолипидом, и различные другие биомаркеры, которые характерны для аутоиммунно-времотического заболевания типа волчанки. Вот и скажи тут, что вирус тут ни при чем. Не доработали? Ну, вирус мы лечить не будем, но хотя бы понимать, откуда ноги растут, мне кажется, это важно. Правильно, конечно, согласен. Еще вопросы, друзья? Можно своими задать вопросы? Хотя, мы, кажется, имеем возможность общаться достаточно часто, но мне кажется, что мой вопрос может быть интересен и аудитории тоже. Я хочу вернуть, Сергей Константинович, вас к одному из первых слайдов, где говорилось о выживаемости больных, сколько побивало и сколько осталось живым среди первых республиканцев больных. А какая выживаемость сейчас в цифрах? Это первый вопрос. Мы говорим, что все стало лучше, но не ставят другие цели. Почему? Потому что больные не выживают. А как все-таки в цифрах это выглядит? Первое. А второе, среди какой субпопуляции больных, они же разные будут в системе, как и получат. Скажем так, выживаемость, вопрос выживаемости уже отошли совсем на второй план, они совсем имеют хороший прогноз. А кто остался, у кого прогноз еще плохой? Спасибо большое, Лидия Петровна. Выживаемость сейчас оценивается как порядка 95% за 10 лет. Это стандартные статистические точки. И за 5 лет приближается к 98%. Это суммарно. Это все фенотипы, все проявления болезни, не только нефрит или только гематологический криз или что-то еще. Вот все, что называется волчанкой. Если говорить уже о фенотипах, то при волчаночном нефрите картинка далеко не такая радушная. Там 10-летняя выживаемость где-то порядка не достигает 80. Прошу прощения, 5-летняя. А 10-летняя где-то на уровне 65-67. То есть еще работайте работайте. Использовать все возможности, которые сейчас появляются. Почему бы не? Мультитаргетная терапия, карте терапия, много чего интересного. Второй вопрос. Нет, мы с тобой ответили. Ответил. Наиболее тяжелый. Ведь самая большая проблема волчанки – это не поражение ЦНС, что бывает 1-2%. Настоящие, да, с судорогами, с комой, с эпистатусом. Это не геморрагический альвеолит, крайне тяжелый. Это вообще меньше 1%. А это нефрит, который встречается больше, чем в 60% случаев системной красной волчанки. Причем на любом году развития и течения этого заболевания. Вот проблема. Это проблема не нефрологов. Это проблема и нефрологов, и ревматологов, в первую очередь. Поэтому надо вместе дружить и двигаться так, чтобы статистика-то получше была. А как они на диализе живут? Раньше это было совсем плохо. Было плохо, Павел Андреевич, потому что диализа было мало. Когда устроили пациента с полчанкой на диализе… У нас это грязно было в ладоши. Нет, нет, нет. Можно было позвонить Андрею Ивановичу и… Даже Павел Андреевич. А потом Павел Андреевич. Конечно, но это да. А потом Андреевич. Потом Андреевич. Но, во всяком случае, это было довольно сложно всегда. А сейчас, когда сеть таких центров у нас достаточно широко развита, по крайней мере, в Москве, в крупных городах, живут долго. Если все правильно проводится, то, в общем, никаких проблем, кроме известных проблем с гемодиализом, там трансплантация не берутся. Но мы не брали на диализ, потому что они не жили. Я вам напомню. В 80-е годы это было почти без перспектив. А, но ведь методика была немножко другая. И понимание того, как их вести на диализе и в перерывах между диализом, вот чего. Сейчас созрели, сейчас понимаем, что жесткой терапии никакая не нужна, только диализ. Гормоны надо потихонечку отменять, статистические убирать, назначать их только тогда, когда есть какое-то вдруг обострение на диализе, что бывает крайне редко. Тогда мы должны давать эту терапию. А так они не нуждаются. На диализе же все. Хорошо. Еще вопросы? Да, конечно. Константин, большое спасибо за интересную эмоциональную лекцию. Мы с тобой с тем прослушали. Спасибо. У меня вопрос. Основываясь на вашем многолетнем опыте, в последних данных, по-вашему, из тех пациентов, которые не тяжелые системы, красная волчанка, у какого процента возможно их вести без глюкокортикорида? Застрелиться. Я вообще слушаю вас с ужасом. Ничего. Сейчас развеем ваш ужас. Илья Владимировна, что могу сказать? Стероиды должны назначаться всем пациентам системной красной волчанки при установлении этого диаболиса. Согласна? Конечно. Стероиды должны, доза их должна регулироваться очень четко. Есть высокая активность, есть плохой жизненный прогноз, ну, такая доза, ну и так далее. Если мы достигаем ремиссии, низкой активности, особенно ремиссии, они зачем тут нужны? Только портить так, чтобы была катаракта, стрии, сахарный диабет, язва желудка и так далее, и так далее. Ментальные проблемы. Мы их убираем. И вот я вам скажу честно, по своему, ну, по своей когорте, скажем так, за последние лет 15 таких пациентов скопилось около 100, которые без гормонов уже не один год. А самая рекордсменка у меня, Оля Пелепцова, которая недавно перенесла острый лейкоз, и которую спас Городецкий, она не принимает гормоны уже лет 30. Она еще на Петровке 25 у меня была с тяжелым нейролюпусом, с поражением почек, с высокой иммунологической активностью. Потом все это выправилось. Я такая, выливаясь, женщина. Это решение было не только мое, а ее. Гормоны постепенно ее убрать совсем. Она их убрала, раздела двоих. Медодомокуа переболела вирусом гепатита С. Чуть не с ума сошла от интерферона, которым ее лечили. Потом вот заболела острый лейкозом и тоже вылечилась. Так что вот так. Да, это страшно слушать. Не, нормально. Она же живет. Не, не, не. Я просто про то, что у меня-то сидит в мужичке, что волчанка это пожизненно. Гормоны, гормоны, гормоны. Я-то большой противник гормонам. О, правильно. Хотя тоже применяю. Применяю. Пожизненное лечение, но не обязательно гормоны. Пожизненное наблюдение у революции. Ну, понимаете, я немножко, как бы сказать, выпал из этой темы лет на 20 последних. А то, когда это было в 80-е, 70-е годы, тогда вопрос же был однозначный. Назначили, и все, и дальше никуда. Так и было. Под страхом смерти. Попробуй, попробуй отменить. Тебя тут же выгонят из... Откуда ты где-то там был. А сейчас это тренд. Правильный тренд. Правильный. Правильно, Евгений Львович, говорит, зачем нам нужны геноинженерные препараты? Мы что, можем ими вылечить волчанку? Нет. Значит, они должны вытеснить гормон. А вот это правильно. Ну, может быть. Гормон дешевле? А? Дешевле? Не-не-не, но тут... Гормон дешевле. Ну, не дай Господь. Да, нет. Тут мы-то понимаем, про что мы говорим. Мы же не так шутим. Не просто так шутим. Это же ужас. Гормональная терапия – это страшное дело. Хорошо. Можно выставить? Да, конечно, конечно, обязательно. Получим. Спасибо. Тогда пока присаживайтесь. Угу. Владимир Борисович Симоненко, член-корреспондент Академии медицинских наук. Ухаживаемые коллеги. Ухаживаем Павел Андреевич. Конечно, замечательный доклад. Это очень здорово. Все было изложено прекрасно. Конечно, Валентина Александровна дорога. И нам тоже, военным врачам. Потому что 20 лет она была консультантом в госпитале Мандрыка. И консультировала, и приезжала. И, в общем, всегда помогала. Ну и так же получилось, что когда она сама заболела, она приехала в госпиталь Мандрыка. И, в общем, мы ее лечили и вылечили. После тяжелейшего смертельного заболевания она еще прожила 12 лет. И ушла из жизни на 89 году во сне в своем дорогом институте. Конечно, Валентина Александровна очень много помогла по всем вопросам. Самое главное, что она была увлекающейся ученой. Понимаете, вроде бы все уже известно. Все она прекрасно сделала. Вот и всемирно известные ученые и так далее, и так далее. Но, тем не менее, она говорит, вот, Влад Балериоз, давайте заниматься Владом Балериозом. Почему бы нет? И стали заниматься и так далее, и так далее. То есть, не было какой-нибудь случая такого, чтобы она сказала, нет, это нам не надо, мы уже все знаем. Нет, она стремилась получить новое. Конечно, вот можно сказать, что девизом ее жизни были замечательные слова Гиппократа. А какие же слова? Кстати, когда она приехала в Ленинград и подошла к памятнику Боткина, она говорит, а куда смотрит Боткин? Куда смотрит? Он смотрит на фронтон своей клиники, где написано, где написано «Лябороэценция», то есть как бы «Лябороэценция» значит «трудом и знанием», а дальше «Арта и гуманитата». То есть, с помощью труда можно получить знания. С помощью труда и знаний можно прийти к искусству врачевания. Но только если, конечно, есть гуманное отношение, если вы к пациентам, есть стремление все сделать для того, чтобы они выжили. То есть, действительно, замечательный лозунг. Спешите делать добро. Вот она это добро и делала. Так что, все очень здорово, но понимаете, конечно, говорят, хуже нет слова честь, чем генералов и врачей. По себе знаю. Конечно, должен сделать замечание. Конечно, Капоши не мог быть австрийским ученым. Капоши был подданный, подданный Великой Римской империи, германской нации. Тогда можно Шандор Петахли тоже. Конечно, все они принадлежали последующей Австро-Ленгрии и так далее, и так далее. Но они никогда себя, естественно, австрийцами не считали. Потому что, что такое Австрия? Это Остеррейг, Восточный Рейг. Все австрийцы такие же немцы, как и все остальные немцы. Поэтому венгеры – это совершенно другой народ. Это все-таки народ, который пришел от нас. Пришел из Азии. Это кипчаки, полосы, как их можно угодно называть. Но, тем не менее, вот это замечательный, такой удивительный народ, очень яркий, который действительно много сделал, в том числе и в науке. Еще раз хочу вас сердечно поблагодарить. Спасибо большое. Но если какие-то будут проблемы со здоровьем, то приглашаем его гостин Мандрыка. Все бывает в жизни. Спасибо большое. Ну, выходите. Ну, выходите. Да, кто-то приглашает. Нет, тогда давайте. Я продолжу выступление по военной тематике, по нашей. Вы подойдите сюда, Катяш. Валентине Александровне военная система смогла реализовать вот это направление кардио-ревматологическими отделениями, которые были практически во всех военных госпиталях. Могу сказать о том, что люди, которые занимались кардио-ревматологией, достигали очень больших знаний и были востребованы в стране. В частности, главный терапевт главного военного гостинства, где я вот проводил практически почти 20 лет, Теодорий Мельтиат Иванович. Он занимался миокардитами, он занимался ревматологией и стал главным терапевтом главного военного госпиталя, генерал-майор медицинской службы. Могу сказать и о том, что один из начальников вот этого кардио-ревматологического направления, Владимир Петрович Тюрин, стал и был главным терапевтом Москвы. То есть, это говорит о том, что интеллект людей, которые занимаются ревматологией, очень велик, очень высок. И это действительно терапевты, общие терапевты широчайшего уровня и высочайшей подготовки. И сегодняшний доклад был ярким свидетельством того, посмотрите, генная инженерия, дальше современные методы микроскопических исследований, современные методы иммунологических исследований. И все это направлено вот в том направлении, чтобы люди с тяжелейшей патологией, каким какой является системная красная болтянка, жили, творили, работали. И, конечно же, та модель, которая разработана, она действительно приемлема и к ряду других заболеваний, человека и человечества. И эти болезни на сегодняшний день вот так же успешно лечатся теми подходами, которые были сегодня здесь озвучены, уважаемый Сергей Константинович. Поэтому низкий поклон. Ну а то, что память о Валентине Александровне, она действительно очень хорошо относилась и к Вадиму Ивановичу Мазурову, и с ее подачи он стал и академиком, и ведущим специалистом по ревматологии в Санкт-Петербурге. Нельзя не вспоминать его имя. И вот это единство понимания между специалистами-ревматологами, оно очень приятно, очень хорошо выглядит и позволяет надеяться, но сегодняшний доклад позволяет надеяться на то, что очень хорошие результаты будут и в последующем, на последующих этапах нашего восстановления в этой сложной отрасли. Спасибо. Дорогие коллеги, мне, как и Сергею Константиновичу, скажем так, выпало счастье, много лет работать рядом с Валентиной Александровной в стенах этого здания и старого здания на Петровке. И я могу сказать, что к концу своей жизни Валентина Александровна была любима всеми просто как очень дорогой человек. А прошло с ее дня смерти больше 10 лет, и за это время она превратилась в легенду не только ревматологии, но и медицины современной. Наверное, это не случайно, потому что не только создан был коллектив, который имел очень высокий творческий потенциал, не только защищались диссертации. Вы знаете, у нас есть свой спецсовет по защитам кандидатских и докторских, который продолжает активно работать, несмотря на все современные трудности. У нас есть свой журнал, у нас есть славная ревматологическая служба, которая существует много десятилетий. И несмотря на все социально-экономические потрясения, включая разрушение Советского Союза, эта система продолжает активно работать. И Сергей Константинович уже упоминал о том, что у нас чрезвычайно мощные ревматологические службы. Если в самом начале, когда Валентина Александрович только стала директором, она уделяла очень большое внимание кадровым вопросам, и это были молодые начинающие доктора, то сейчас большинство руководителей в регионах ревматологических направлений – это профессора кафедры, это профессора из медицинских университетов, из региональных. Существует институт, существует коллектив, существуют сотрудники, существует ревматологическая школа. Но мне больше всего кажется, что для меня было значимо, что когда мы учились, то именно Валентина Александровна лежала у стука в создании вот той атмосферы творчества, атмосферы самоотверженности, любви к пациенту, стремлении понять, что с ним происходит. И несмотря на то, что институт существует 65 лет, а Валентина Александровна возглавляла его длительное время, то последующие уже директора, которые пришли, им удается сохранить эту атмосферу того, что ревматология является чрезвычайно интересной, чрезвычайно перспективной и в практическом, в научном плане, наука, которая привлекает людей. И когда я поступала в ординатуру, у нас было по одному ординатору в год, давала академия, ну, по одному, по два аспиранта, а сейчас у нас приходит по 10, по 15 ординаторов, у нас большое количество аспирантов, и существует уже учеников из института ревматологии огромное количество. Наверное, все это не случайно, потому что действительно в самой науке ревматологии, ну, как отрасли или направлению во внутренней медицине, заложено какое-то непонятное для меня до сих пор, уделение, почему люди вынуждены так много работать, так много читать. У нас такие сложные больные. Ну, наверное, потому что почти все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, у постели больного с волчатой, системной стердермии, это мультидисциплинарные проблемы. И поэтому действительно мы вынуждены приобретать участие в ординатории, в аспирантории, вот этот широкий кругозор терапевта, а мы действительно в первую очередь терапевты, потому что нам все проблемы близки. Ну, наверное, потому что не каждый может это вынести, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, это нереально для одного человека, но существующий коллектив и помощь друг другу, и беспрерывное формирование и стремление идти в ногу со временем, оно было присуще Валентине Александровне максимально, но она сумела это внести, скажем так, в души, в умы своих учеников, а мы своим ученикам это внушаем, и мне кажется, что сейчас институт рематологии продолжает очень успешно работать, и это, конечно, вам много благодаря нашей дорогой, любимой, глубоко уважаемой Валентине Александровне. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Может, кто-то из молодежи хочет выступить? Ребята, нет людей? Нет, испугались, правильно. Ну, хорошо, тогда я позволю себе сделать заключение. Я выступал, когда праздновали столетие на съезде, поэтому я не буду повторять довольно большой пространный доклад о тех взаимоотношениях с Валентиной Александровной, которые сложились у меня лично и с обществом терапевтическим. Я рассказывал там несколько, то, что называется анекдотом, не в плане смешного, а в плане коротких историй, связанных с Валентиной Александровной. Я взаимодействую с Валентиной Александровной. Я начинал еще в студенческие годы, заканчивая институтом, слушал Валентина Александровна на декадниках генетологических. Ну и потом, буквально с первых дней работы здесь, в седьмой больнице, я взаимодействовал с институтом, лично с Валентиной Александровной, со всеми сотрудниками. Мы поэтому тут немножко перекидываемся, потому что у нас эти вопросы, им уже под 40 лет, обсуждение плазмофореза там или еще что-то такое. Вот. Что я хочу отметить, что меня удивляет, это атмосфера, которая царит в институте. Я хорошо знаю институт гематологии, гемцентр, там ничего подобного нет, даже рядом. Вы знаете, что в гемцентре, например, имя директора моего отца так до сих пор и не присвоено, никакой доски нет. И тот ученик, который пришел на смену отцу, он умер и на похоронах. Никто не сказал, что он ученик отца, что он с ординатуры вырос под отцовым, Валерий Савченко, да, под отцовским влиянием. Ну вот, как хотите можно к этому относиться. И здесь мы видим, 10 лет прошло, 10 лет себя вспоминают, льют слезы, в буквальном смысле этого слова, и продолжают жить друг с другом в мире и в добре. Вот это удивительно. Это не свойственно нашим институтам. Это нигде больше нет. Я могу, например, онкоцентр рядышком, там тоже самое, там все. С друг с другом в таких отношениях собачьих. А у вас нет. Значит, кто это мог сделать? Только у Литина Савченко. И вот только за это ей надо ставить памятники, и благодарить за то, что она смогла на десятилетие дать жизнь институту, после того, как она ушла. Это фантастика. Это фантастика. Уж про волчанку я молчу. Я тут сам, конечно, задействован, заинтересован немножко. Но вот было сказано про... Я не запомнил фразу Евгения Львовича, Но это была героическая пора, когда больные умирали. То же самое было в генатологии, да, в 70-е годы, когда острый ликоз не лечился вообще, ноль, выжившие больные. И вдруг в середине 70-х годов появились первые ремиссии, 50% выздоровлений, а потом пошло-поехало. И сегодня острый ликоз, это все-таки уже не приговор, и про все остальные ликозы я тоже не говорю. И это было сделано на тех препаратах, которые были. Это не было еще современных вот этих таргетных биологических препаратов, да, просто различными комбинациями, подходами к больным, тщательным соблюдением всех рекомендаций. Только на этом удалось спасти огромное количество жизней. И только это, конечно, вызывало у больных огромную благодарность к тем врачам, которые их лечили. К сожалению, это действительно было в центре. Этого не было в регионах. В регионах не получалось ничего. Но это такая страна у нас. Сейчас, конечно, ситуация поменялась. Сейчас регионы слушаются. Более-менее кое-где, не знаю, как в ревматологии, в генетологии, ну, кое-кто слушает. Но, конечно, вот эта героическая эпоха, медицина 70-х, 80-х, 90-х годов, ее нельзя забывать. Ее надо все время помнить, потому что она стояла на плечах конкретных людей. Это не только технологии, которые появлялись новые, это именно люди, врачи, врачи с высоким, так сказать, смыслом, с большой буквы, которые пахали, пахали и пахали. И, конечно, я хочу поблагодарить Валентину Санну за то, что мне с ней удалось быть знакомым, дружить в какой-то степени. Ну, меня вообще окружали замечательные доктора. Еще я вспоминаю всегда, я знаю, Соломон Чебаркагана, одного из основоположников антифосфолипидного синдрома. Ну, отец, это какая-то такая была очень небольшая, очень крутая, я бы сказал, группа врачей высшего пилотажа. На Западе таких нет. Нигде вы ничего подобного не найдете, ни у кого. Врачи, которые возьмут на себя какие-то сомнительные методы лечения, таких там нет в принципе и быть не может. А мы-то тут развлекались, как хотели. Селезенка, конечно, Селезенка, а куда же мы от нее денемся? Все через это проходили. Вот, но мы же побеждали. Мы были первыми, поймите, друзья мои, мы были первыми во многих вещах. И когда нам рассказывают, что вот надо читать западные рекомендации, читать их надо через строчку. Потому что вам сегодня продемонстрировали, 72-й год и 2000. Какой там? Ну, 19-й. Понимаете, вот разница. Прошло сколько? 30 лет. Наконец до них дошло. То, что мы здесь обсуждаем. Почему я так вот немножко со злостью об этом говорю? Потому что только что мы пережили с вами ковид. Да? Значит, мы все время говорили, ковид это, ну, считайте, тяжелая волчанка. Я согласен с этим. Конечно, это не волчанка, понятно, но все-таки. Да, это тромбовоскулит. Тяжелейший. Это ДВС-синдром. Это лечение антикоагулянтами, это лечение большими дозами гормонов при необходимости. Знаете, какая летальность? А у меня за плечами 8 тысяч больных. Знаете, сколько у меня умерло? 0,3%. Вот если кто-то в мире мне покажет 0,3% при ковиде, я с ним буду разговаривать. При этом 20% у меня на кислороде и 20% на гормонах. И все мои больные лечились дома. Я никого не госпитализировал. Покажите мне похожие результаты. Речь идет о тысячах. Не о 10, не о 100 больных, а о тысячах. Ну, разве можно воспринимать такие вещи? Нет, конечно. Когда я написал, что надо лечить антикоагулянты? 20 января 2020 года. До того, как здесь появился ковид. Просто я уже умел и знал, как лечили грипп H1N1, от которого летальность тоже была, дай боже, 80% погибала. Вы думаете, наши методические рекомендации включили антикоагулянты? Нет, конечно. В апреле месяце главный пульмонолог армии профессор Зайцев, мой, так сказать, сотрудник, предложил пульс терапии при ковиде. Предложил, показал, что тяжелейших больных можно выводить пульс терапии. Вы думаете, включили методические рекомендации не в здравом? Нет, конечно. Мы ждали, пока это появится в английских работах. Вот когда в английских работах через несколько месяцев появилась тема дексаметазона, тогда включили. Но сейчас-то ковид все лечат антикоагулянтами и преднизоломами. Это же очевидные вещи. И для нас, вот здесь, сидящих в небольшой группе, так сказать, ревматической, терапевтической, это абсолютно ясно и понятно. Мы написали в 21-м году, ну, собственно, термин постковидный синдром был предложен, но еще в июле 20-го года, и описана клиника, и мы тогда написали, что это вот аутоиммунный воскулит, тромбовоскулит, с поражением, кстати, в первую очередь нервной системы, а уже во вторую очередь всего остального. Мы написали в 21-м году рекомендации. Тогда я приезжал к Евгению Львовичу, он мне дал какие-то данные, но разговор сводился к тому, что ревматические заболевания никак не поплыли на ковиде, что ничего нет, да, что ковид, и это как бы... Сейчас, насколько я понимаю, ситуация ровно обратная тому. Сейчас мы видим всплеск ревматических заболеваний у больных, перенесших ковид. И сейчас мы с уверенностью можем сказать, что эти аутоиммунные заболевания, они вирусопосредованы. Это не значит, что это вирусное заболевание, да, но это аутоиммунное заболевание, которое могло быть вызвано вирусом. Мы видим, что больные, которые хорошо и правильно лечились антикоагулянтами, не так часто болеют у нас с постковидным синдромом. И лечим мы постковидный синдром тоже антикоагулянтами. Кстати говоря, преднизолон мы пробовали, не работали. Колхицин мало пробовали, но может быть надо пробовать больше. Плазмоферез, не знаю, есть больные, которым помогает, но мы, к сожалению, у нас нет доступа к плазмоферезу, поэтому мы его назначаем только тем, кому мы не помогаем при остальных ситуациях. Может быть, если это шире использовать, будет более эффективно. Но у нас есть такие случаи на плазмоферезе, что закачаешься. Я сейчас не буду приводить вам картинку, да, значит, женщина 37 лет, через месяц после начала ковида не может сходить в туалет, встать не может, сесть не может, падает 20 очагов на МРТ, 20 снежных комков на МРТ. Ну, мы с неврологами до диагноза не договорились, я считаю, что мы и не договоримся никогда, но мы ей стали сразу делать плазмоферез. И она выздоровела. Ну, кто бы кроме нас стал бы делать плазмоферез? Да никто. А мы сделали, получили потрясающий совершенно результат. Она описана, сейчас вот будет, наконец, я надеюсь, выйдет публикация, хотя я докладываю уже почти год. Этот случай. Есть и другие поперечные повреждения спинного мозга, такого же воспалительного характера, и тоже на антикоагулянтах, на плазмоферезе, все это очень быстро уходит. Поэтому я бы пока с большим энтузиазмом относился к клеточной и таргетной терапии, безусловно. И вообще в этой ситуации я бы сказал, что у вас волчанка исчезает, и появляются какие-то разные болезни, которые генетически там детерминированы. С общей теологией, может быть, с общим патогенезом, но уже с разным лечением, поэтому их на самом деле нельзя объединять в мозологии. Вот. Но я бы и не забывал про те методы, которыми мы владеем, которыми мы умеем, которые хорошо помогают. Ведь волчанка же тоже антикоагулянтом лечится. Антифосфолипидные. А как же, антифосфолипидные, так вообще нельзя без нее. Вы тут эту Людмилу Зямину показали, Прудникову, которая у меня делала своих больных для диссертации, первых антифосфолипидных больных здесь, ну, во всяком случае, из вот тех беременных, которые я знаю. Конечно, антикоагулянты всем, а сейчас это прямые оральные антикоагулянты, которые пришли на смену. Они с коммулекулярным, это вообще другая жизнь. Другая жизнь. Вот. Поэтому спасибо вам всем за выступление, Сергей Гостанович, и вам просто вот хочу поблагодарить. Прекрасный, фантастический доклад, такой человеческий очень доклад. Вот. Всем выступившим тоже, всем слушающим тоже. Я надеюсь, что Валентина Александровна останется с нами еще надолго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ